хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне родился в макеевке донецкой области проживал в крыму то есть украинец да ну паспорт русский у меня проживал в крыму родился в макеевке до скольких лет жил в макеевке маленький был лет до может дать 3 до 4 годиков потом мама с папой развелись уехали мама уехала в крым забрала нас туда жили в крыму и и на момент референдума находился тоже крыма там как раз вот этот момент был и то есть в четырнадцатом году взял российский паспорт правильно я понимаю не четырнадцатом вот 22 году только получила в двадцать втором году а до этого на каком жил паспорте на у меня не было никогда паспорта вообще никогда не было сколько лет тридцать один будет вот то есть 16 лет ты не делал паспорта да а в крыму где жил черноморске а в чем причина что паспорта не было только 22 сидел постоянно постоянно 16 лет еще на малолетке 14 да здесь сидел тернополе на бережанах на малолетке начинал отсюда здесь не сделали поднялся на взрослую колонию в запорожье на 77 он тоже не сделали оттуда раскрутился уехал луганск на 11 там тоже не сделали освободился естественно самому было не до паспорта на свободе сколько сроков было вообще вот это третий охотка у меня а что значит раскрутился ну не поднялся значит раскрутился оставалось чуть-чуть до освобождения до звонка а ну и мне добавили срок еще почему одну злостное неполновение администрации много это на 77 запорожье то есть 14 лет то то больше пол жизни сидела а какие статьи были кражи и угоны как же какие сто пятьдесят восьмая третья это что потому что она проникновением это квартиры дома дома квартиры магазины а угон машин и потом перепродавал да ну что перепродавал где там просто покатался бросилась во двадцать втором сделали паспорт российский это связи чем ну потому что работал в лагере стоял на одну мне надо поставить на ставку да и вообще там в россии должны все находиться с паспортами неважно там украинский у тебя был бы паспорт или если ты был в крыму на момент референдума то тебе меняли паспорт по-любому меня ну да и по-любому делаю тебе паспорт гражданство тебе дают там по-любому все ты хочешь что тебе дают гражданство а мне там связи с работами со всеми вот этими моментами но я и хотел уже получить себе паспорт я давно хотел уже каким-то человеком стать определяющимся а то вот это без паспорта без бумажки ты какашка знаете группа вагнера как все произошло произошло ну как приехали предложили это в крыму нет это не в крыму в ростове сидел в колонии а это уже в ростове на приехали предложили объяснили ситуации как что вообще что платят что за не выполнение приказов что за мародерство что за алкоголь насильство что будет происходить все объяснили подумал срока мало ну и как бы там чуть не убивать надо было ехать не чуть другая была у меня задача ну да и я согласился поехал срока оставалось как раз мало уже устал сидеть думал по меня жизнь может быть свою изменю а сколько оставалось до конца срока год и 4 сколько было 5 и 4 5 и 4 оставалось четыре то есть больше половины год и 4 оставалось а вот и 4 а вот это представители группы вагнера приезжали да туда да и поскольку обещали платить ну 100 тысяч зарплата 100 тысяч боевые то есть 200000 правильно а задачи какие должны были ставится ну вообще я так подразумевал что буду там хотя в этом 200 их 300 их носить группа эксгумации такими моментами буду заниматься задача была такая потом там оказалось чуть по-другому подписан был контракт правильно да с одной стороны твоя подпись и с другой стороны честное слово и я даже на это быстро 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 это все происходило не обращал внимания я подписал потому что уже дал согласие и я когда не обращал на это внимание с кем я подписываю чё я подписываю но я поехал уже значит я поехал ну а сколько в колонии человек сидела до первого уезда 1200 чем-то было потом первая партия уехала там не знаю сколько человек оставалось там 1050 или 1040 и там по обиженных забрали там что за что-то и потом вот это мы выехали там осталось 900 с а с тобой сколько уехал 54 человек обиженных отсеяли или тоже брали обиженных в вагнаране брали они не берут это кто мужик да ну нет помощник администрация сидел козлом козлом да это что значит потому что она на администрацию работал помогал администрации добровольно пошел да конечно а мама не осталась матерью у меня нету ни отца ни матери у меня нету есть брат тоже сидит тюрьме я не в курсе он да он где сидит последнее то что я знал сидел в крыму в симферополе на сизо он тоже родился украине да да мы с ним вместе макеевский он на год и два месяца старше меня зашел в украину когда вообще пересек границу 17 декабря а у плен когда взяли 17 января ровно через месяц ровно через месяц 17 на 18 ночью взяли только приехал с кино якобы я должен был находиться в обороне она скинули так получилось что тянули всех напередок как слепых котят чуть-чуть не знаю вообще ситуации вообще мы ничего не допонимали немножко ну и произошла такая отсечка что даже если бы при большом желании там хотелось бы мы бы отбиться мы не отбились потому что у нас не было чем то есть ну у нас по 6 магазинов было и пока мы там вот это и шли до этой позиции тому но передок это там постоянно стрелка дня эти магазин они больше половины по заканчивались потом мы просто сидели в блиндаже мы сидели в этом блиндаже и все по нам работал миномет птичка висела короче танк работал но прям на самом передке в окружении вы суммы были ну дальше вот там не вылезти ничего и потом все там ну а закидывали нам там чуть гранат туда в нашем случае они конечно очень беспонтовые оказались эти ргдшки какие-то нато с кого образца там какие-то но там с дробью еще с чем-то что не всех там у нас было 12 человек группа ну да короче четверых у нас положила и пятеро у нас трехсотых сильных таких и остальные такие трехсотые не сильно а все подготовку какой-то имели такой вот как раз мы там с учебки это приехали но как так сказать чтобы там супер воинами мы не были такими так мы показали пару раз там кинули гранаты пару раз постреляли это где-то подростовом нет где-то не за ростом это уже вот мы пересекли мы не заниматься на территории где-то уже украины это было луганск донецк где-то все в полях где конкретно это не могу сказать потому что мы не знаем все в полях уедем камазы и урал и все крыто ничего не открывается одни и никто ничего не знает куда чем мы едем какой населенный пункт то что стояли солидары за солидаром что солидаром за солидаром что с городом город есть или нет город мы не видели мы в полях стояли поле посадки это все вагнарадом были да ну мы знаете как по-любому ну как вагнарад 100 процентов потому что мы туда приехали ночью мы туда в два часа ночи приехали мы там побыли где-то может минут 40 в блиндажах нас пришли со нас группа 30 человек приехала нас пришли собрали где нас одного блиндажа 6 человек из другого и отправили нас на передок это мы были в обороне во второй линии а нас отправили вот 12 человек конкретно нас отправили на самый передок и это буквально мы там в три часа оттуда ушли и это была ночь мы только приехали туда сюда не успели собраться с мыслами кто чего как вообще с местностью там смотреться нас сразу отправили и мы попали в плен ну так вот и кто нам как был мой короче ну вот тут еще бы есть волошина короче но но тут 6 человек нас кто-то это вот ну кого нас приняли и мы не знаем даже кто там еще кто-то может находился но приехали мы к вагнарам ну конечно а какие вот мотив был пойти к вагнарадами воевать в украине потому что я знаю что вагнарадах же рассказывает идеологически каких-то мотивов у тебя лично был идеологический мотив но у меня был мотив я же говорил изначально то что я хочу хотел таким образом поменять чуть-чуть может свою жизнь остановиться с тюрьмами остановиться вообще совсем как-то бы может после вот этого всего увиденного мною я бы как-то бы изменил в свою жизнь я бы перестал бы сидеть как-то бы может взялся бы за голову или ну у меня такой был мотив поменять свою жизнь то есть никакой идеологии не я там не собирался там я там не скажу что там патриот россии там на это мне как украина тоже нравится страна и так как я здесь немало время провел у меня есть вот вспомнить есть друзья так же самые россия у меня есть что вспомнить там у меня там друзья находятся и я не этой страны не патриот не той страны не патриот я просто то что вот это у меня подвернулся вариант такой и я сразу меня могу изменить попробовать свою жизнь. И все. Вот поэтому я и поехал. Мне даже как таковое, мне вот эти деньги, они мне не нужны были. Я просто хотел чуть поменять свою жизнь. И все. Как-то так у меня все. А кем себя чувствуешь? Паспорт у тебя российский, да? А кем себя чувствуешь? Украинцами или россиянами больше? Ну, я как-то не разделяю. Если мы, вот что, вот вы разговариваете по-русски, я разговариваю по-русски. Кто-то по-украински, ну, как-то, я не разделяю нации. Для меня все как-то одинаковые люди. Ну, естественно, кого я не понимаю, там, англичан, да, там, ну, это уже другие. А так мы все одинаковые люди. Если понимаем друг друга, язык, там, мысли, все понимаем, ну, как-то у меня нет разделения в этом. Ну, чувствуя себя, например, я разговариваю на нескольких языках, да? Но чувствую себя украинцем. Русский не мой, например, родной язык. Я его никогда не изучал. Ни в школе, нигде. Никогда не разговаривал. Вот первый раз, когда я много использую русский язык, это в разговорах с военнопленными. Вот реально. Знаете, как я еще... Может, просто то, что украинскую культуру я мало знаю. Мало знаю украинскую культуру, как-то... Потому что я, наверное, здесь я в основном все просидел, вот это все. И в тюрьме как таково там вот это ты не увидишь. Там традиции, вот эти все моменты ты не увидишь. А там я как-то в России увидел. Ну, больше, скажу, предпочтение отдам российской России. Вот так. То есть культура России и так далее. Она мне, ну, как-то, да, по душе это все. Вот это я как-то смотрю. И я не то, что там патриот. Просто чисто вот такой вот момент. Это один я привел такой момент, чтобы ответить на ваши вопросы. И все. А так, ну... Я не знаю. Может, и украинец я. Родился я в Украине. Опять же, я говорю то, что я стараюсь не разделять Украину и Россию. Стараюсь не разделять. Мы как-то одни люди. Одни. Вот эта вот война вообще-то... Но если одни люди, то почему, например, ты воюешь против Украины? Ты же воевал против Украины, если одни люди. Ну, это такой момент, короче, тяжело на него мне ответить. Не знаю даже, что сказать. Просто не знаю. Но вопрос хороший. Вопрос хороший, да. Адекватный, согласен. Но что на него ответить, это тяжело. Вот я всегда даю этот вопрос Закам, да. Потому что он уместен. Знаете, как еще? Такой момент, то, что мое подсознание было... Я сейчас чуть-чуть, когда сюда приехал, я чуть-чуть по-другому все увидел тут, конечно. Вообще чуть-чуть по-другому. Я там слышал одно. А здесь я увидел чуть-чуть другое. Тут есть люди, нормальные есть люди. А там я слышал, что тут уже, ну, все пропало, осталось. Что значит, все пропало? Ну, что тут нормальных, адекватных людей не осталось. В Украине? Да, что тут Бандеры, там туда-сюда. А что значит, нормальные, адекватные люди? А в чем проблема с бандеровцами? Ну, что вообще не любят русскоязычные. Поддерживают гитлеровские вот эти все моменты. Вот в этом плане. Нацизм, типа, да? Да, типа нацизм. Не националисты, а нацизмами, да. Да, я знаю разницу между национализмом и нацизмом. Ты знаешь разницу тоже, да? Конечно, да. А где я это выучил? В колонии? Да. Потому что если сидеть в 14 лет, много читал, да? Ну, имело, да, место. Интересовался, что такое национализм, что такое нацизм? Почему? Ну, было интересно, когда тоже. Просто было интересно. Времени много, да? Ну, сидел в буре, да, я как-то 8 месяцев просидел сам в Запорожье, на 77-е 8 месяцев просто в камере просидел сам, без никого, без ничего, и поэтому чисто книжки были, вот читал там некоторые моменты. И все о идеологии, да? такое психология, разное читал, разное. а нацизм, а нацизм, а нацизм, что читал, какие книги? Можно не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Ну, короче, вообще, такие там читал, Владимира Истархова читал я, запрещенной литературы, Гитлера, Ницша читал, да, но много запрещенной литературы почитал я, которой было нельзя, но я ее доставал себе и читал. А то есть, это, ну, как бы, интерес был к этому? Интерес, да. А почему? Ну, как-то, у меня был такой интерес и к языческой вере был такой интерес у меня. У меня есть наколотые татуировки, но у меня сейчас это, все равно ближе я как-то к Богу, не к язычеству. Я попробовал многие такие моменты, там, то, 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 то подчитал, то, то, то почитал, но все равно у меня как-то ближе это все. А смотри, ты говоришь, что тебя привлекал нацизм, да? Но говоришь, что нацизм это плохо. И поэтому тебе это говорили. Нацизм это хорошо или плохо? Да, конечно, плохо. Плохо? Конечно. Ну, ты говоришь, что в Агнара приехали и типа говорили, что здесь все ненормальные люди и так далее. Но ты же как бы интересовался этим всем. Это как? Для общего развития или как? Нацизм это плохо, правильно? Ну, конечно, плохо это. Конечно. А можешь показать татуировки раздеться. Если можно. Здесь тепло, чтобы не думали. Тепло, правда? Вот это можно? Это Акап, да? All Cops and Busters, да? Это значит. А вот эти что значит? Ну, это сидел когда-то мурчал, отрицал. Это отрицал, да? Содержание. Ну, это в середине свастика, да? Да. Свастика, да? Это Русь, это руна, правильно? Ну, это Санцово-Руна, Калавра. А здесь что написано? Да, это тут тоже было. Лучше смерть, чем без чести. Ага. В такой момент я его заколол, он бы хотел доделать себе рукав это все языческие. Ага. А вот это свастика, да? Вот с этими, да? Да. А сзади можно так же? Потому что здесь. Это Blood and Soil, да, написано? Да. И свастика там в мече. Да. Да, спасибо. Меня интересует вот эта задняя наколка, да? Blood and Soil. Она когда была набита? Это где-то, может, лет 7 назад. Лет 7 назад, да? Это уже в Крыму, когда Россия была, да? Да. А почему набил Blood and Soil? Знаешь, что значит Blood and Soil? Ну, кровь и песок. Кровь и земля. Это больше. Ну, это... Кровь и песок, пусть будет, да? Ну, кровь и земля и так далее. Можно объяснить, что это значит? Ну, как это... И это относится такое, как... К воинам, радикалам, не радикалам, революционерам таким. Вот так как оно... 7 лет назад, это 2015 год, да? Да, 2015-2016 год. Это уже администрация россияне были, да? В колонии приехали. Да. А где узнал об этом, об Blood and Soil и так далее? Вообще в интернете просто. Я вот так вот увидел вот это, мне она... Я посчитал за нее, ей понравилось, я наколол. То есть ты не знаешь, что это значит? Ну, до конца нет. Это нацистская тема? Blood and Soil – это нацистская тема? Ну, может быть. Это чисто нацистская тема. А почему свастики? В тюрьме это, короче, свастика – это отрицалого режима содержания. Да, а вот там, где Blood and Soil, то есть интернет – это это? Ну, я так подумал, что это... Там это художник там подрисовал ее просто и все. Хорошо, знаешь, для чего я сказал тебе раздеться и так далее, чтобы показать эти все татухи, какие татухи? Вот Blood and Soil. Вот смотри. В России, в России, да, вот здесь есть факт, ты эти татухи сделал в России уже, да, Blood and Soil и так далее, со свастикой, это все там художники и так дальше. Вот россияне как бы это сделали? Журналисты, да? Вот они бы чисто тебя взяли, да? Не разговаривали, может быть, разговаривали, не разговаривали и сказали, вот, смотрите, если бы это был какой-то пленный украинец, условно там СОЗО, нацист. Вот, они бы это все поотрезали, мы разговоры не режем, да, ничего. Но это чисто нацистская тема. Ну, это, знаете, как, это у вас и вот у вас, журналистов, и у наших там журналистов в России, это вы бы так расценивали. А я это чуть, когда колол, я это не как нацисты это делал себе. Да нет, я не об этом говорю. Ну, телек же вам давали смотреть в ВТК и так далее? Давали, да? Как там качаете по тему, да, вот показываете? Ну, я видел, да, что многие там малейшие там свастика, да, там где-то увидели все, значит, нацист, нацист, это я видел это все. Ну, типа, я могу как журналист качнуть эту тему? Ну, можете. Правда? Ну. Могу. Ну, то есть так, как это делает российская пропаганда. Я этого делать не буду. То есть мы покажем весь разговор. Вот факт. У человека набита нацистская символика свастики и блатенсойл. Это факт? Ну, да. Ну, то есть у человека, у которого набита блатенсойл и свастика, говорит, что в России говорили, что здесь с Украиной все плохо, здесь бандаровцы и нацисты. Ну, у меня как-то в голове не укладывается вот эта вся бодяга. Да, но мне сейчас самого чуть не укладывается. Нет, я просто... Вот мы говорим о тебе, да? Угу. У тебя просто миглядящая свастика и вот эта нацистская тема. И ты рассказываешь о нацистах в Украине и что здесь все плохо. Вот в чем у меня разрыв шаблона. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, я-то понимаю. Ну, я же вам объясняю, что я сейчас, когда увидел, я сам у меня чуть-чуть, как вы говорите, разрыв шаблона этого начался. Я чуть-чуть это сам, ну, удивлен. Когда мне говорили об одном, а я увидел совсем все другое. Что тут, б***ь, режут яйца и так далее, тому подобное. Ну, а тут такого не происходит. Ну, все нормально, ты же свободно говоришь, правда? Конечно. На паяльнике не сидишь? Нет. Вот за вот это я тут, ну, чуть-чуть удивлен. Ну, я вот так скажу, да, как обычно все люди говорят, там, семьи не без урода. Ну, есть такие, кто там конкретно тоже, там, когда можно промолчать, там, или что-то не делать, а они берут это и делают, ну, беспричинно. Есть, которые действительно ты там где-то упоролся и просто там тебя поправили, все, иди дальше спокойно. Ну, и так же само оно и здесь, оно и везде, я думаю, это присутствует, такие люди. А нацидская тема, в общем, в колонии очень распространена или нет? Да нет. Именно татуировки? Да не только татуировки, вообще, ну, типа, вот интерес и так далее, вот эта вся шляга. Нет, да? Это у тебя чисто личное такое. Единицы, да. Единицы, я этим интересуюсь. Ну, я еще раз повторю, вот смотри, я бы... Понимаешь, вот в России качают этой всей пропагандой, ну, потому что если ты нацист, то нацистом всегда должна быть татуировка, правильно? Ну, так же делай сюжеты, да? Да. Как бы подтверждение этому всему. Вот, ну, сидит человек с нацистскими татуировками и так далее, ну, чистыми, со свастиками и так далее, говорит, что читал там Ницше, Гитлера и так далее, что все это около этого крутится. Так выходит, что нацисты это россияне. Ну, можно так сделать логику? Построить? Ну, не на всех, но... Российские журналисты бы так сделали? Сделали. Вот лично с тобой. Вот если бы ты был украинцем, если бы ты был украинцем, попал туда в плен... Да, конечно. Конечно бы сделали. Они бы взбодяжились уже до нацизма, правильно, с тобой? Ну, конечно. И дальше бы качали эту тему, что здесь бандаровцы и нацисты. Было бы так. Было бы так, правда? Было бы, да. Ты веришь, что я этого не сделаю? Да, верю. Правда? Правда, верю. Почему россияне верят в телек? Это опять же, не все ж верят в это. Ну, ты же верил. В телек? В телек, да. Вот они верят в то, что говорят по телеку. Ну, я в телек... Это очень редко. Я смотрел там 60 минут новости, а так я чтобы... Ну, 60 минут, это же самое там центральное... Это бодяга. Ну, не самое оно. Соловьев там, Скобеева, да? Да. Ну, это центровые пропагандисты русские. Ну, не самое оно там у нас там центральное. Это не знаю. Не, ну пропагандисты, это самые центральные. Ну, там в основном такое показывают, какие направления, где какие идут бои и разворачивают там темы эти газопроводов, вот такие моменты. Ну, чтобы там... Я там не слышал у них, чтобы они там конкретно там за какую-то пропаганду они там сеяли. Ну, такого это... Ну, а нацизме есть, но это же пропаганда, что в Украине нацизм. Ну, это я услышал не от них. Смотри. За нацистов и то, что тут все пропало, я услышал это не от телевизора. Откуда? Вот так. В глаза это говорили мне. Кто? Ну, без имен давайте обойдемся, но говорили это в глаза. Это не с телевизора. Но какая структура, люди откуда, хорошо, без имен? Военные. Российские? Ну. И вагнера? Да, и не вагнера. Хорошо, что они говорили здесь о нацизме? Ну, то, что это кто здесь был и говорили, что здесь все пропало, что здесь в натуре нацисты, что тут воюют одни поляки, уже украинцев мало, что здесь именно негры и так далее, тому подобное, что тут мировой легион воюет. А за что воюет Россия здесь? Ну, я думаю, то, что за свои границы, за свой народ переживают, то, что там же идет вот эта пропаганда, что лезут Америка сюда, лезет все сюда, чтобы давить на Россию. Солидар – это город какой страны? Украина. Ну, а что Россия делала в Солидаре тогда? Если Россия воюет за свои границы? Ну, как я слышал, там прошелся же референдум, что там люди захотели присоединиться к Российской Федерации. Сначала они отсоединились от Украины в 2014 году, отсоединились, стали независимыми там ДНР, ЛНР. Потом решили они присоединиться, их присоединили. Вот смотри, ты был козлом, правильно, на зоне? Да? Да. Вот когда ты на зоне, и у тебя у виска пистолет, ты сделаешь все, что тебе скажут, правда? Естественно. Правда, да? А когда территория оккупирована, и стоят дулы автоматов российских, это называется свобода и референдум, потому что референдум – это свободная воля и заявление, правильно? Но были же люди, когда там с других стран проверяющие, были все же там присутствовали при этих референдумах или не было их? Не было. Не было. Ни в Крыму не было, ни в Донецке, ни в Луганске, ни сейчас, в 22-м году не было. Этот референдум не признан на мировом сообществе. Не там, ни сям. И? Да, я не знаю, что даже ответить на это. А ты мне веришь? Верю. Не было. Честное слово, верю. Не было. Вот такой референдум? Если все так хорошо бы было, почему люди выезжали с оккупированных территорий? Почти всех. Ну, война идет там. Так в смысле? Все же, ну, как бы, в логике российской пропаганды все ждали Россию, правильно? А почему с 200 тысяч, ну, там, Херсона, выехало, осталось только сейчас где-то 40-50 тысяч? Все выехали, все на Запад. Если все так хотели Россию. Знаешь, сколько внутренне перемещенных человек было в 2014 году, когда это все началось? Нет. Полтора лимона. Те, которые выехали из Донецка и Луганской областей. В Украину. Да, да, да. В нацистскую Украину они все выехали. В кавычках. Не, ну, и много кто, я вот лично знаю, много кто и поехал и в Россию, и везде люди разбежались. Просто мирные люди разбежались, потому что война. И у кого-то там родственники, у кого-то здесь родственники. Какие законы вообще у чувака вагнер? Есть. Какие? Ну, не мародерить, не насиловать, не употреблять алкоголь, наркотики и дезертирство. А за дезертирство что делают? Да, за все, за это ноль. Ноль? Конечно. Смерть? Ну, конечно. А ставят какие-то загранопряды или что? Кто это выполняет? Да. Ну, я лично не видел, я просто об этом слышал. И все. Лично я не видел, чтобы кого-то убивали или еще что-то происходило на моих глазах. Ну, вам это объясняли, да? Если десятисты, то ноль. Конечно. Видео с кувалдой видел? Видел, конечно. Что думаешь об этом? В шоке. Это когда видел? Еще до того, как записаться в группу Вагнера? Конечно. Вагнера правильно это сделали или нет? Ну, с одной стороны, знаете как, этот человек, я больше чем уверен, который сидел там, он сначала говорил одно, а потом он сделал другое, потому что и здесь есть такие ребята. Я не разделяю, еще раз говорю, там, Россию, Украину, потому что я здесь родился, тут есть приятель у меня знакомый, там есть у меня много кого тоже знакомых. Культура нравится. А тот тип просидел, и, короче, он сам свою жизнь исковеркал, он коренной россиянин, да, он там ни где там, ни в Украине, ничего, он коренной россиянин. Он всю свою жизнь сам себе поломал, он просидел всю жизнь в тюрьме, записался, чтобы убежать так с тюрьмы, он не задумывался там как-то взять, там, освободился там по УДО, там, поменять свою жизнь как-то. Он оттуда вот таким моментом убежал, и больше чем я уверен, он не сам сдался в плен, его взяли в плен. И он в этом случае начал говорить, что я такой-сякой там хотел убежать, и начал сыпать на правительство. Люди, кто там живут, с законом дружат, они живут, ну, и деньги зарабатывают, они немаленькие деньги там зарабатывают, и дома у них есть, все есть. А он начал сыпать на всех, он начал сыпать, так как это, он сам виноватый в этом. Ну, я чисто что, конечно, это жестко так было поступать к ВАЛДе, там, можно было когда-то все поскромнее сделать, или там не публиковать эти моменты. Можно там, ну, как-то это было не радикально так поступать к нему. А так, ну, я считаю, что он сам виноватый, кто там это наговорил, тот типочек. Но с ВАЛДой, да, жестко. Боишься возвращаться? Есть такие моменты. Почему? Ну, я не знаю, что меня будут ждать. Смогу ли я как-то это объяснить, как я вообще очутился, как вообще вот это все со мной произошло, поймут меня или не поймут. Ну, плен сдаваться в игнорам нельзя, да? Конечно нельзя. Запрещено, да? Конечно. Обнулять себя самим, говорят. Ну, вообще, короче, должна была быть граната у меня для себя, но у меня ее просто не было. Я вот такой задумывался. Я до последнего не хотел выходить там, ну, как-то мало что у меня у самого там на душе это было там, ну, вообще сдаться как-то. Когда я там сказал одно, сделаю одно и делаю по-другому, как-то у меня в душе потом остается осадок какой-то не такой. Я сказал, что, ну, все там, да, я и шел как-то все, и шел настроенным, и я сдался как-то в плен. И то, у меня такая ситуация, что я бы, может быть, там, не знаю, если бы не заглушила бы меня так, как садана какого-то, может быть, как-то я бы и убежал бы в хрен его, наверное, или мы как-то бы убежали бы. Просто мы вообще не знали ничего, что, куда, как. Так, нас вот так бросили туда напередок, как слепых котят, и все, самих, только вот мы первый день с учебки, три часа, как мы с учебки приехали, мы ничего не знали, ничего не понимали. Нас кинули, все, идите в окружение, где стояли там в натуре, там, не знаю, сколько бойцов в СУГ там находилось, ну, много. Нас самих туда отправили, 12 человек, и все, по 6 магазинов. Смотри, ну, ты же приехал в Украину решать свою личную проблему. Свою личную. Да. Ты видел, что в Украине творится? Увидел. Увидел, да? Уже увидел, да. Увидел, да? Ну, то есть, российское правительство вербует зэков. Твое мнение, это правильно или нет? Ну, да вообще война, это неправильно даже. Нет, давай не отходим от ответа. Не отходим, да, но... Не отходим от ответа. Нет, конечно, неправильно. Есть на это силовые структуры, чтобы воевать. Зайки стараются себе скостить строк и начать все с чистого листа, так как говорят, за счет войны в Украине. Да. На другой территории? Против украинского народа? Ну, не против уже украинского народа, там что-то говорили. Украинцев якобы уже нету почти. Так как якобы? А куда делать 40 миллионов населения? Ну, не знаю, куда-то делать. Ну, 8 миллионов выехало на Запад, да? Более-менее такие цифры приводят. Неправильное дело. Сейчас здесь данные, вот, каждый день они обновляются. Более 140 тысяч российских солдат умерло. За что они все умерли? В том числе и зэки в Агнара. Объясни мне защиту, ну, ты говоришь, интересы в России, границ. Ну, ты стоял под солидаром. Какие границы под солидаром? Где границы России заканчиваются? Просто объясни мне, может, я чего-то не понимаю. Это Гу, не Гуково, ну, да, Гуково, там, Новошахтинск. Россия границей заканчивается. Ну, то есть твой аргумент несостоятельный, правильно? Ну, почему? Отодвиг, короче, ну, я не сильный такой политик. Ну, когда я так думал, что это тоже все не просто так, оно же заварилось, вот этот весь переворот. Какой переворот? Ну, начался вот этот переворот на Донбассе. Не просто так же, что же. Я думаю, что в российском управительстве не захотелось просто там взять там всю дорогу с Украиной, как-то были бок о бок, и нормально все было. А тут им захотелось просто зайти на Украину, повоевать. Ну, не просто так же. Я не знаю, у меня нету конкретных таких, я не разведчик, я не владею такой информацией, из-за чего, почему. Ну, я думаю, не просто так это тоже все. Взять и просто зайти на Украину, тоже такой же самый народ, как и мы, и начать тут исполнять фигнюку. Ну, это не знаю. Смотрите, объясню. Бред какой-то. Да? Вот. Здесь никто мне не может объяснить цели, да? И тоже говорит вот эту всю лабуду, да? Но это не могло же случиться просто так. Ну, украинцы умирают же в реале. Умирают, да. Города рушатся в реале, правда? Люди выезжают в реале. Русские солдаты мучают это население в реале. А никто не может объяснить, зачем. И все говорят, ну, наверное, что-то было. Люди умирают в реале. Не знаю я. Это тяжелый для меня вопрос. Очень тяжелый. Я не знаю, что на него отвечать. Ты говоришь, что ты не политик, но ты приехал сюда делать политику. Геополитику. Ничего в этом не понимаю. Ну, как так может быть? Не в курсе даже. Что-то хочешь сказать украинцам? Здоровья только пожелать всем. Да и... Я не знаю. Ну, это... Я просто чуть все сейчас увидел, и я в шоке со всего то, что как я вообще, ну... Честно, чуть... Есть сожаление, что я вообще поехал. Не чуть, а есть сожаление, что я поехал, потому что я чуть смотрел на это все по-другому. И поэтому хочется и... Хочется и не хочется. Вообще, это такие вещи, что надо... Держать язык за зубами. Контракт был подписан на полгода, да? Да. Вот теоретически тебя меняют. Теоретически. Да, вот сейчас. Угу. Ты провоевал месяц. Второй пошел там в плену отсидел, так? Угу. Остается еще четыре месяца. И тебе говорят, Влад, назад, еще полгода контракт или кувалда. Ты же боишься возвращаться. Что выберешь? Может такое быть, правда? Конечно, может. Вы тяжелые вопросы задаете, очень тяжелые. Воевать не хочу, я уже говорил это. Ну, это не тяжелый вопрос. BBC приезжала, я уже об этом говорил, что мне задавали такой вопрос. И если вас обвиняют, вы пойдете воевать опять. И я сказал, нет, не пойду. Я тяжелее даю вопросы, чем BBC? Ну, вы ставите вопрос между кувалдой и войной опять. Но ты же понимаешь, что такой выбор может быть? Может. Он реальный. Конечно. Он реальный. Понимаю. В условиях тех, в которых вы поставлены. Воевать не хочется, война это страшно. Но будет кувалда, а со второй стороны война. Ты же сам говоришь, что это все реально. Может быть, такой выбор? Ну, тогда уже не знаю, как поступать. Россия, нам что-то хочешь сказать? Нет, не хочу. А Пригожину? Не хочу. Никому? Вообще никому. Почему? Ну, зачем? Еще возвращаться, да, может быть? Не то, что возвращаться. Да и... Я вообще, после этого всего, то, что я сейчас прохожу и прошел уже, вообще не хочется даже много разговаривать и говорить там чего-то. Я много чего для себя понял сейчас. Очень много. Поэтому не хочется ничего никому говорить. Лучше буду держать это все в себе и делаю выводы. Будут варианты избегать острых углов, я их буду избегать. Если будут варианты такие. Будет вариант у меня избежать этой войны, я его избегу обязательно. постараюсь сделать все, чтобы не вернуться. Буду стараться. Воевать страшно. Продолжение следует...